Здравствуй, дорогой зритель! Поиграем сегодня в демку Amazing Superhero Squad. Это игра про корпорацию супергероев. Если видели сериал Boys, пацаны, то это примерно про него. Нужно управлять компанией, в которой работают супергерои. У меня уже игра вызывает некоторые сомнения, потому что я только что ее включил, и здесь, чтобы переключить графику разрешения, нужно вот так вот тыкать по порядку, и каждый клик, оно меняется, вот так вот превращается, то есть выбрать нужное сразу нельзя. А стартует оно в 320 на 240. Я наугад вот это вот дело нашел, и вот так вот тык-тык-тык-тык дошел до нормального разрешения. Это, конечно, не очень высокий уровень разработки, на мой взгляд, поэтому боюсь, внутри все тоже будет печально. Но сейчас с тобой посмотрим, потому что я еще сам не знаю, не сам не видел. Стартуем! Каждый знает, что корпорация — это оплот супергероев, символ надежды. Ух ты, блин! Не каждый помнит, что своим возникновением... А точнее, его смерти. Чего так быстро-то? Шрифты-то меняются. Людвиг был студентом и сотрудником Science Hall. Молодой... Бесит уже. Уже бесит. Успехи одного всегда причина зависти другого. В один прекрасный день Людвиг был убит, и это стало первым витком спирали времени, в которую он вошел. Побигнув, он перенесся на несколько дней назад, как будто ничего не произошло, но сохранил воспоминания о будущем. Людвиг рассказал обо всем своим наставникам, дал изучить себя вдоль поперек, и потом стал искать таких же. Новые супергерои требовали новой технологии. Лабораторию, во главе с профессором Тумановым, продолжали исследования. Людвиг и его верная помощница Кэнди вели корпорацию к рассвету. Не так давно в корпорации начали происходить странные вещи. Чё-то сначала текст мелькал-мелькал, а теперь зависло. Ой, оставленные в дверях ключи, проблемы с видеонаблюдением. Профессор Туманов стал забывать свой недопитый чай. Всё это мелочи, конечно, и никто на них не обращал внимания, а стоило. Солнечным утром 1 июля в корпорации прогремел взрыв. Самый... Вот опять начинает. В эпицентре оказался не только он, но и супер-альфа, и всё... Если бы не один нюанс. Всё, можно играть уже. Как-то вот так. Ну, я на самом деле увидел её в стиме, там, в демках. Мне понравилось описание, что возглавьте корпорацию супергероев. Я вспомнил сериал. Сериал, кстати, крутой. Если ты не видел, посмотри обязательно. Вот. И решил качнуть, поиграть. И вот начинается с самого запуска всякие чудеса. Как-то всё. Ну, наверное, что-то наподобие этот самый по-запипл, да, только про супергероев. Ну, давайте какой-нибудь тыкнем, посмотрим. Супер-альфа. Закончить все сюжетные события. Герои одного дня. Успешно выполнить одно событие. Это значит, награды наши. Понятно, сколько его. Причём, смотрите, решить проблему супера. Они и в сериале назывались суперы. По крайней мере, в переводе, в котором я смотрел. А игра сделана компанией Siberian Koala. То есть, я так поздравляю, что это наши ребята делают. Поэтому это вдвойне приятно. Только я не могу выйти отсюда теперь. Да. Этот выход только сюда тоже не очень. Как бы, если тыкнул сбоку, уже тоже должно закрываться всплывающее окошко. А эта фигня, по сути, всплывает сюда. Да, поэтому с интерфейсом ещё, конечно. Ладно, тут чего у нас есть. Суперы. Давайте посмотрим, кто у нас из суперов есть. Дракон, одиночка, разрушитель. Экономный. Брок де Рагон. Со школы был приятелем Тумана. Потом ввязался в банду. Кинул своих, а они кинули его. С высотки. Туман уговорил отца вылечить его. Не доверять ему тонкую работу. Хотя награду он получает больше, чем другие. Должно быть, спасённые пытаются задобрить его. Работать с ним способен только Туман. Да, здесь ещё есть всякие взаимоотношения между суперами. Поэтому нужно внимательно создавать эти группки. Смотрите, навёл, вспылала вверх и зависла кнопочка. Оп, и всё. И назад она не возвращается уже. Да, конечно, тут рановато демку выпустили. Даже такие моменты ещё не отладили. Яшмать. Лицо компании. Любимец публики. Транжира. Ева Гвенберг. Образец для подражания. Парни зовут её Яшмать. Помогает находить суперов и выводить их из депрессии. Ева. Наше солнышко. Светошумовая граната в конце туннеля. Люди тянутся к ней, как к ангелу. Но и на солнце есть пятна. Яшмать безумно много тратит на здоровый образ жизни. Прикольно. Прикольные описания. Прикольные картинки. Неприкольные баги с интерфейсом. Так. А это Туман, видимо, да? Тот самый, про которого что-то вначале было написано, но я не успел прочитать. Я, может быть, сумел бы это прочитать, если бы читал про себя, но только потому, что я проходил обучение скорочтению. А вот если без этого, то, наверное, фиг прочитаешь эти тексты стартовые. Туман. Соратник мизантроп экономный. Игорь. Сын профессора Туманова. Ребёнок из пробирки. Он вырос почти нормальным. Даже закончил школу. А его способность рассеиваться в воздухе мы взяли на вооружение. Бесхарактерен. Хороший исполнитель, но нуждается в руководстве. Люди не любят слабых, зато неприхотлив. Так. Понятно. Ну, кстати, в сериале тоже. Хотя, ладно, я не буду спойлерить. Там это не сразу рассказывалось. Так. Ну, смотрите. Героев, в принципе, может быть немало. Да? 20 штук. Не слабо. Так. Граждане. Непонятно. Пока что там галерея. Не нажимается. Это не нажимается. Так. Это мы тут полазили. Да? Давайте вот тут полазим. Управление корпорацией. Провальные решения ведут к снижению основных параметров корпорации. Подписчики. Стоимость акции. Отношение с правительством. Бюджет. Так. Это вот где кто. Смотрите. Ну, бюджет. Понятно. Тут нарисованы денежка. Это, видимо, наши подписчики. Да? Миллион сотка. Видимо, сто процентов. Так. Подписчики. Стоимость акции. А, вот это, наверное, стоимость акции. Понятно. А вот это, видимо, правительство, судя по вот этому домику с колоннами. Супергерои – ваш основной ресурс в корпорации. Они источник вашей прибыли и ваших проблем. Параметры суперов. Значит, каждый соответствует одной из пяти стихий. К каждому событию также свойственна одна из стихий. При совпадении стихий и способностей шансы возрастают. Понятно. Параметры отождают их индивидуальность и способы решения проблем. Лицо компании, любимец публики. Минус, плюс. В общем, надо смотреть на их способности, чтобы отправлять нужных на нужные дела. Ну, давайте пока закончим с вот этими, с параметрами. Потом уже сюда будем вникать все отношения с правительствами. Свободные на задании и в депрессии. Смотрите, депрессия нарисована пузырьком, винной бутылочкой. Но с чувством юмора разработчики – это прям хорошо. Шлифты, опять же, приятные. Они как любят иногда. Чертечой с боку бантик. Участие в событиях. От параметров супергероя зависит его успешность в решении проблем города. Некоторые события не предполагают участия в них определенных супергероев. Участие в конкретных событиях приводит к уникальным решениям. Так, события. Ну, события сейчас мы пойдем смотреть. Сейчас досмотрим. Так. Влиять на основные параметры корпорации. Цветной индикатор показывает вероятность успеха. И показывает, как изменятся параметры в случае важности. Так. Отмечается следующим значком. Опасные требуют особого внимания. Отчеты и статьи. Персонажи. Галерея. Карта достижений. Быстрое переключение между событиями. Еще и клавиатура работает. Смотрите. Ку-Е между событиями. Г. События. Гол, да, видимо. Включить, выключить. Ускоренный таймер. Спейс. Вот я, помнится, недавно в какой-то из игр говорил, что да как так-то таймер на спейсе не работает. Во всех играх таймер на спейсе работает. Вот пример очередной. Таймер на спейсе. Молодцы. Открыть магаз. Развернуть. Свернуть. Показать. Все. В принципе, здесь смотреть. Здесь смотреть. Так. Вот тут нам осталось, да. Рабочее место. Здесь с 8 до 8 вы будете получать сообщения о проблемах города и корпорации. Их придется решать. Нифига себе. 12-часовой рабочий день. Для большинства проблем вам понадобятся супергерои. В вашей команде может их быть максимум 5. А там большой был списочек-то. Успешность решения зависит от синергии стихий. Так, ну эти параметры я уже видел. Можете узнать в справке. Я понял. И нас снова закинули в планшет, в котором я уже все это читал. Зачем? Зачем меня второй раз закинули сюда? Если я хотел бы это почитать, я бы это и так бы почитал. Туман в печали. Туман отправился в кабак. Он скорбит по отцу, но верните его, чтобы с горе он не творил бед. Так, туман может работать только с вот этим. Я читал в его описании, да? Поэтому нужно отправить вот этого чертилку. Хотя можно и вот эту. Она против депрессии, да? Я же мать которая. Так, а как мне вернуться назад? Так, это я в планшет вернулся. Вон туда, на рабочий стол. Я хотел карту еще вот потыкать, посмотреть. Чтобы уже совсем представлять, чего куда. Райончики, райончики. Много райончиков. Много проблем, да? Центральный район. Лучший город Земли. Сторбург. Даже если весь мир исчезнет, он будет существовать. Здесь есть все. От самых изысканных и грязных развлечений до величайших святынь. Были б деньги. Красотища, да? Отличный город, судя по всему. Сайнс Холл. Это ваш альмаматор. Так, больница Святого Лайма. Это все в центральном районе столько? Ничего себе тут. Ну-ка, давайте куда-нибудь на окраину пойдем. Фермы. Да, смотрите. В каждом районе еще куча разных построечек. Монастырские земли, кладбище, зоопарк. Экосоюз давно хочет расформировать его. А мэр держится за него как за достопримечательность. Впрочем, там еще остались страусы. Так, центральный я смотрел уже. Вот тут мы находимся, да? Солнечный район. И башни в стиле дубайских. Ресторан Аутентик. Солнечный район. Элегант Шоу. Акулы Пираж. Шоколадный проспект. Понятно. Ладно, здесь всего дофига. Это по ходу дела нам предстоит. Пойдемте тогда решать первую проблему с нашим туманом. Отправить героев. А как выбрать? Туман в печали. Уволить. Стой, стой, стой. Не надо. Это уровень его, видимо. Единичка, единичка. Сначала надо нажать отправить. Потом что ли выбрать? Нет, сначала... А, драгон дроп? Нет. Нет, не драгон дроп. Вот, на единичку надо нажать. Хорошо бы драгон дропом это делать. Ну, как бы логично было бы. Что вот эта единица, она вообще никак бы не намекает. Даже близко. Может быть потом, конечно, единица заменится фоткой, которой выбран номер первый. А здесь может быть номер второго нажать. Ну ладно. Такс. Значит, выбираем вот эту, потому что она из депрессии. Может. Это, наверное, места, где его стоит поискать. А, это наши все текущие проблемы. Значит, туманчика найти. Еще что у нас есть. Облако ядовитого газа поднимается от завода минеральных удобрений. Богачи в панике. Мэр заявил, что не допустит жертв. Ядовитый газ. Фиговое дело, да? Жители Сторбурга вышли на улицы с лозунгами протеста. Они обвиняют супергероев во всех смертных грехах. Говорят, не обошлось без альтруиста. Это что за морда еще? Ну ладно, это не страшная морда. Вот давайте здесь. Так, стихия. А нам туман нужен для этого. Игра пошаговая, не пошаговая. Я смотрю, вроде таймер тикает. Я просто к тому, успею ли я забрать тумана, который сможет разобраться с вот этой фигниной. Либо не успею я его забрать. Вот этого отправлять не хотелось бы. Так, ты кто? Тык-тык-тык. Не тыкается. А, ну это Кэнди, походу. Вот это Кэнди, она как раз рассказывает. Смотрите, вон еще. Господа, какие-то негодяи угнали Джульетту. Я вас очень прошу вернуть яхту целой. Но это вообще не то, что нам нужно. Давайте, отправляйте. Все, отправить за туманом. Там за туманами дальними странами. И... А где какой-нибудь прогресс? Где что-нибудь происходит-то? Ух ты, вот смотрите, еще какие-то появились сразу. Вроде было там не так их много. Где наша карта? Вон там. Да, всего три у нас. А там уже что-то много так нарисовалось. Ой, что-то произошло. Такс. Ну это вот те дела, которые уже были. И, кстати, кнопка Е не работает. А, вот так она работает, в другую сторону. Понятно. Да, Лой, суперубийцы, митинг-перероза массовой беспорядки. Причастность артуриста, вероятно, но не доказана. Джульетта напоролась на подводную мину. А, ну это уже итог действия. Так, это взорвалось. Там беспорядки. Спасаются от яда. Туман в печали. Команда в сборе. Одного разобрали. Понятно. То есть, произошло. Какой-то прогресс пошел. Ну, можно было этого тогда отправить на беспорядки. Хотя он потом перебил всех. Не надо так. Так, вот это что за мордальоны. Можно их нанять. Вот, вот что это за мордальоны. Можно было, кстати, сразу кого-то хватать. И смотреть. Так, это ядов... Нет, нападение на фабриканта. Я думал, опять это с ядовитыми газами. Джо Рейнбоу явился на собственную фабрику. Хотел спрятаться от ядовитого облака, но нарвался на рабочих. Самое время вмешаться. Так, зелененький. Мне нужен зелененький вот этот вот нанять. Давайте отправим его. Отправляйся. Отправился, нет? Вроде отправился. Все, появился замок. Это и разобрались с задачей. Так, ну если я всего пятерых могу взять, то как бы маловато будет. Давайте посмотрим. Неделя. До гробовой доски делаешь глубокий вдох и нутром чуешь минералы. Помнит ли кто историю завода удобрений? Экосоюз клялся в верности и обещал хранить его в чистоте и экологическом здравии до гробовой доски. Вот она и накрыла. Обещанная. За прошлую неделю. Короче, одно действие делается одну неделю, судя по всему. Непонятно, к чему тогда вот этот таймерчик, если все равно неделя должна пройти. Здесь все происходит. Затворники поневоле. Землетрясение обрушило колокольню монастыря. Монахи оказались затворниками в буквальном смысле слова. Братья молят о помощи. У меня нету такого мужика. Ну вот этот здоровый чел, да, он может пойти и поломать, например. Иди поломай. Отправляем. Сказка о святом брате. Был когда-то монах по имени Альфред Гончо. Хороший монах, верил безудержно, уважал колокол, склеп и золотую шляпу. И так азартно нес свою шляпу людям, что братья доверили ему больше. И вот он уже юрист, защитник невинных и беспомощных суперов. Кстати, недавно Федя Крюков к святому лайму ходил с рецидивом ксенофобии и ярости. Как-то так, господа. Вот это вот был написан итог, да, какой получится. Здесь что-то ползает, пустая какая-то, кривая, пустая рамка. Давайте ускоряем. Ага, все, стой, 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 я понял, да. Здесь что, лотерея фонда Бог в помощь не состоится, деньги украдены. Эх, вот этого бы чела туда закинуть, но не совпало уже. Ладно, давайте отправим вот эту. Других-то нету. Потопали, ускоряем. Все, день прошел. В общем, 4 дела в день. Понятно, никак не по неделе все это происходит. Это происходит по дню, по одному. Нужно успеть за день все это разобрать. Итак, глава фонда. Бог в помощь арестован за ограбление фонда. Благодарительные лотереи быть. Отлично. Вот я нажимаю Е все время, потому что как бы Е туда, да, направо. То есть, чтобы лиснуть, я нажимаю Е. Поэтому я сначала сказал, что не работает. Надо нажимать, оказывается, У, чтобы она ушла вот туда. Вот так вот работает. Так, спасенные монахи обвинили корпорацию в осквернении святого колокола. Вот. Ставить надо было их там. Так, ну это эффект за все дела. А вот здесь было бы неплохо сразу по каждому делу показывать. Какое хорошо сработало, какое плохо, чтобы в итоге было ясно, где угадал, где не угадал. Потому что минус 250 тысяч подписчиков у нас, да, за что? За колокол, наверное, да? Злый день и рабочий. Надолго ли этот шаткий мир? А может и за это, да? Тоже потому, что здесь не очевидна какая-то фигня. В отношении с проектом улучшились. Акции выросли. Подняли денег, да? Потеряли подписки. Сюжетец какой-то. Вы облажались, господин Альфа. Даю вам шанс исправить это. А что, я уже проиграл? Почему? Почему я проиграл, не понял. Нет, смотрите, эти все остались. Значит, прогресс идет. Граждане появились. Давайте посмотрим. Граждан. Он же злый день. Владелец лакокрасочной фабрики. Прижимистый и брезгливый тип постоянно воюет с эко-союзом и своими рабочими. Получил фабрику в наследство и ни разу не был в цепах. Ну, какой-то. Пыль какой-то. Так, этот наш партнер и клиент. Мы помогаем ему. Он щедро благодарит. Юджин единоличный владелец яхт-клуба. Вот здесь мы прощелкали, да? Потому что яхту прощелкали его. Так, это кто? Экоактивист какой-то. Идейный лидер и активист. Платит взносы. Так, ясно. Здесь чего? Здесь дела все наши, да? Ну, это просто картинки. Причем еще вот в таком формате, в них не очень удобном. Нафига. Ладно. Выполнить успешно все события на дню. Ну, вот уже есть некоторые ачивки, да? Депрессивный супер. Ты уволен. Уволить супера надо. Чтобы получить ее. Закончить все сюжеты. Супер альфа. Ладно. Давайте карту посмотрим. Тут что-нибудь происходит. Нет, на карте ничего не происходит. То есть просто можно пойти и почитать. Так, ну, идемте тогда дальше. Пропал один чел-то у нас почему-то. А, это его на день можно нанять. Ясно. А у нас осталось 30 тысяч. А как так получилось? Вроде же было денег. Немерено было. Где там я видел-то эти счетчики все? Нет, не тут. Вот тут. А, это не счетчики. Это обучалка. Понятно. Поэтому никаких миллионов у нас не было. В принципе, я-то думал, это планшет типа интерфейс в игре. Нет, это обучалка. Так что это не наши показатели. Вот наши показатели. 250 тысяч подписчиков у нас. И плохо к нам относятся. И денег у нас совсем мало. А те нанимаются на день. Этот опять забухал деятель. Вот он задолбал. Туман отправился в камеру. Подождите, это заново все началось-то. Игра началась заново. Я все-таки проиграл, получается. Но при этом галерея обновилась, показывая нам нового, новых персонажей. И здесь показывает, и здесь показывает. Все, понятно. Значит, у нас 250 тысяч подписчиков, поэтому они упали в ноль. И поэтому игра закончилась. Хорошо. Ну, плохо, конечно. Ну, ладно. Значит, отправляем опять деваху за этим челом. А сюда отправляем... Так, пойдемте кого-нибудь. Наймем воздушного какого-нибудь деятеля. Вот это вот, 15 тысяч он стоит. Берем его. Раз он на день, значит, он на следующий... Нет, он не на день. Это я опять пытаюсь. А вот... Так, это, кстати, не тот деятель. Я не того нанял. Вот такой мне нужен. Вот пуля. Вот этого нанимаю. Значит, дышите глубже. Ты вот идешь туда. Погнал. Тут чего? Кондуктор на свободе. Из психушки сбежал пациент. Это кондуктор-маньяк, который отрезал безбилетникам уши. Ну, иди ты его лови, чего же делать. Больше некому. Все, да? И ускоряем теперь. Сколько на 4, да? 4 дела в день? Обшалелый дурман. Цветение дурмана в этом... Ты е-мое. Я не успел даже дочитать. Уже куда-то проскочил. Из-за дурмана больница Святого Лайма переполнена с суицидниками и психами. Корпорация проигнорировала мольбы о помощи. Да не проигнорировала корпорация. Я дочитать не успел. Задание даже все скочило. Как-то... Напрасно в этой игре сделан такой таймер с часами. Здесь лучше был бы обычный пошаговый режим бы. Сразу выдали. А, ну они по очереди выкатывают задания, чтобы ты не знал, кого куда потратить. Ну и выкатывали бы по очереди так же. Но чтобы нельзя было закончить день-то пока не все. Неудобно нифига. Так, ну ладно, что произошло. Плюс 300 тысяч подписчиков, плюс 10 тысяч денег. Акции выросли и тут все нормально. В целом, в целом нормально. Так, кондуктор на свободе. Кондуктор отрезал себе ухо. С болевым шоком он доставлен в больницу. Мы не помогли что ли тут? Экосоюз оштрафован за нанесение ущерба природе. Завод минеральных удобрений закрыт. И все радуются, да? Туман в печали. Так, этого собрали. Все, пошла игра. Так, и этих теперь всех не выгнать. Тоже веселых парней. Больше пяти нельзя. Ну давайте ускоряем. Экосоюзу не терпится сунуть нос в наши лаборатории. Они пришли с проверкой. Не знаю даже. Ну пусть проверяют. Едем дальше. Стой, стой, стой. Тут нету паузы. Тут либо вот такое медленное течение, либо быстрое течение. Похищение Джульетта. Это уже мы видели. Сюда надо отправить водяного этого мужика. Погнал. Ускоряем. И здесь что происходит? Землетрясение. Про землетрясение уже было, да? Этого не стоит больше отправлять. Вот эту отправим, может быть. Потому что она справится. Беги. Ну ладно, может быть с Реалтаймом нормально. Я там сам прощелкал, что конец дня. И думал, что пока почитаю, можно успеть. Надо было быстрее просто кидать кого-нибудь. И все. Все, всего два дела, да? Спасательная миссия провальна. Городское кладбище снова расширит свои границы. Это не осилило совсем. Ух ты, минус 75 тысяч. Проиграли, походу. Походу, не надо нагибать героев. Нанимать героев. Джульетта утоплена в озере. Неподалеку от места гибели всплотила хамелеон. И этот поток тоже. Е-мое. А он совпадал, как бы, по этим своим, по стихиям. Экологическая проверка выявила множество нарушений. Судя по всему, штраф будет немало. А, ну вот откуда все деньги ушли. Ну, я тут поздравляю, что мы проиграли. Потому что у нас минус по деньгам-то, да? Да. Вот такие дела. Ну. Ладно. Давайте еще разок попробуем. Ну, вот он возвращается в прошлое. То, что там мельком показали в первом мультике. И начинает снова помня все события. Вот. Ну. В целом, в целом забавно все это происходит. Такс. Давай. Тихо, тихо, тихо. Мы не можем ее пить. Нет, я случайно нажал туда. Конечно, не можем. Не можем и не хотим. Погнали. Здесь. Дышите глубже. Этот вернется на следующий день только. Ну, ладно. Давайте. Наймем. Водяного какой-нибудь. Вот дешевый только. Давайте пулю возьмем. Нанять пулю. Давай, пуля. Чеши туда. Ускоряем таймер. Третий детство. А, ну таймер замедляется, когда дело выходит. Просто то дело вышло прям совсем. Здесь чего? Кондуктор. Опять. На кондуктора можно не ходить, да? Он сам себе отрежет ухо. Я помню. Так, и тут у нас ошалелый дурман. Но здесь тоже нужно какого-то водяного. Откуда не водяного, а... Ну, ладно. Давайте возьмем его. А у нас нет денег. Ну тогда отправим вот этого чела. Что же делать? Ты справишься, я верю в тебя. Так, и там что-то происходит. Так, и там что-то происходит. Так, ну это уже было. Все, да? Проверяем, будет ли сейчас кондуктор отрезать себе ухо. Тех усилий экосоюза суперов не хватило, чтобы справиться с дурманом. Монахи радостно звонят о спасении погибших душ. Понятно, не прокатило. Значит, нужно туда все-таки стихийного парня отправлять. Кондуктор скрылся, смотрите. Владельца отрезанных ушей просит явиться на опознание. А нифига, не надо было, значит, его отпускать. Так, облака газа все равно накрывают. Что-то все плохо, да, получилось. Отличная работа, туман. В команде минус 50 тысяч. А за что мы получили минус 50 тысяч? За найм персонала, что ли? В этот раз вообще недалеко прошел. Хорошо. Забавно, забавно. Может, отправить, оставить этого алкаша там, пусть он там сам алкашится, нет? Так, берем, отправляем. Не буду никого нанимать сейчас. Тут чего? Вон, дышите глубже. Давай, отправляем тебя. А на два дела не пойдем тогда. Хотя можно было собрать сначала все четыре. Но они каждый день те же самые. А, вот же написано. Вот надо как выбирать по вот этим штукенциям. Тут мы потеряем подписки. Тут плюс получим. Тут минус получим. Тут Получим два минуса, но вернем своего чудина в команду, которую нельзя уволить. Ну ладно, давайте так попробуем. Никого не буду нанимать, потому что с деньгами, считай, пролет наступает сразу практически. Так, задурмана мы проигнорировали. Кондуктор отрезал уши, но завод мы накрыли. И вот этого вернули чела своего. Плюс 20 тысяч, плюс 150 тысяч подписок и акции выросли. Отлично. Первая неделя прошла хорошо. Первый день. Так, там что у нас? Это уже было. Ускоряемся. Экосоюзу так. Гоните в шею, ну их нафиг. Штраф 75 тысяч я не смогу потянуть сейчас. Такая игра была в детстве. Типа всех по именам запомнить, по порядку называть. И с каждым новым человеком все больше и больше. Ну, в пионерлагерях, конечно, где там 30 человек собрали в отряд, и нужно всех быстро выучить. Вот такой игрой учили имена. И последнему, конечно, приходится называть там уже 30 имен подряд. И тут то же самое. Нужно эти события запоминать, запоминать, запоминать. Если память хорошая, то в принципе со временем ты справишься. Похищение Джульетты. Яхта. Это наш спонсор. Яхту не надо. Прощелкивать, да? Единственное, я не знаю, кого отправить. Водяного какого-нибудь снова найдется. Ладно, не будем брать водяного. Давайте отправим этого. Я верю в тебя. Едем дальше. Так, затворники. Это не вытащило их. Тут они окрысятся. Если их бросить, то подписки потеряем. Пусть пока повисят. Сейчас третье дело получим. Стоять. Никакого личного дела нового не получим. Значит, отправляем вот этого. Ай! Не успел. Супергерои не успели спасти монахов. Случайно ли? Я вроде нажал. Я уже думал отправить. Но не вышло. Да ладно. Минус 100 тысяч подписчиков. Так, яхту спасли мы. Отлично. Экологическая проверка вновь подтвердила ее статус самого экологичного предприятия. Хорошо. Плюс 200. Цена акций. А, сейчас посмотрим подписки. 300 тысяч. Да, все. Все нормально. Теперь можно уже нанимать кого-то. Опять сбухал, что ли? Да ты запарил, я. Я же, мать, заперлась у себя и погрузилась в шопинг. Постарайтесь вернуть нашего ангелочка в строй. Так, а как ее вернуть? С кем она дружит? Пойдемте выясним. Так, сказка не то. Быстренько, быстренько. Нет, не сюда. Сюда, да. А, транжир любим, смульки, лицо компания. Непонятно, кто с ней дружит. Ну, вряд ли вон того можно парня отправить, да? Давай, ты пойдешь за ней. Она ходила за тобой, ты пойдешь за ней. Коряем. Опять там с яхтой что-то происходит, да? Парусная регата. Прошу оказать мне честь и приглашаю суперов на открытие парусной регаты. Никаких этих, только удовольствия. Лотерея. Деньги украдены. Давайте вот на кражу денег отправим. Вот это вот сюда подходит. И в прошлый раз нормально с этим справлялись. На открытие никого не пошлем. Можно как бы... Что нам вообще даст это? Подписки. Вроде 300 тысяч есть, вроде ничего. Ладно, пропустим. Пропустим регату. А, ну вот три дела в день. Нормально. Ограбление. Так. Глава фонда арестован. Игнорить просьбы Юджина нам не выгодно. Ну, не выгодно, да. А нанимать кого-то специально, чтобы пошел там постоял, тоже не очень нам выгодно. Супер-шоппинг. Просто талон современной девушки. Спасибо фанатам за монетальный кадр. Ну, смотрите, там плюс 25, тут плюс 25. Тут ничего не потеряли. А можно считать хорошим заходом. Давайте дальше. Погнали. Что там опять? Чистый путь. На городских очных сооружениях авария. Ну, пора уже нанимать вот этого воздуховодчика какого-нибудь. Хамелеона, да. Берем его. Все, отправляйся. Следующий. Пятнашку потянем. Тут что происходит? Судья под прицелом. Кто-то заказал киллеру судью Томмаза. Полиция слишком долго возится. Вы обязаны помочь. Защитите судью сегодня и завтра он защитит вас. Зашибись, конечно. Так, явился монарх черного полнолуния. Не открывайте ему двери, не берите у него буклеты. Ну, блин, монаха гонять такая-ся затея. Вот давайте отправим нашего здоровячка спасти судью. Хотя можно вот это туманистого. Можно было наоборот, кстати, сделать. Отправить туманистого на защиту, а сюда монаха. В смысле против монаха вот этого. Держи морду. Так, давайте смотреть, что получилось. Свидетели черного полнолуния. Полаумния. Полаумния. Полнолуния. Снова начали активную деятельность. Не прокатило, походу, да? Состоялся суд над киллером. Смотрите. Захватили киллера. И жители выловили тело хамелеона пропавшей канализации и запутавшаяся в кинопленке. Похоже, это документальные материалы о Сторбурге. Черт. Утоп. Так, потеряли двадцатку. Двадцатку это я нанимал. Ну, его, понятно, упали акции, упали подписки. Нет, смотрите, живой. Подождите. А, ну, там не было написано, что он помер. Просто он запутался, он не осилил. Он какой-то корявенький слегка. Ну-ка, давайте подробненько посмотрим личное дело этого парня. Потому что он уже не первый раз косячит. Соратник. Заноза в заднице. Отлично, да? Любимец публики. Просто Йенс. Этот аморальный тип еще мальчишкой был выкуплен нами из приюта. Теперь он наш до мозга костей. Прятаться и подглядывать его талант. Миллион слишком ипотажен, чтобы вызывать доверие у наших партнеров. Зато прекрасно ланит с командой и пользуется любовью публики. Что-то пока ничего хорошего не сделал. Ускоряемся. Что у нас там? Бешеный пожарный. Брандмейстер угнал пожарный автомобиль. Только что он промчался по парадному проспекту, бросая из кабины билета черного полнолуния. Ну, точно полнолуния. Кого зарядить туда? Да, такого нету, он ведь деньги не хочет тратить. Давайте здорового парня отправим. Нет. Вот. Я читал, еще дела появились. Рыбий мор. Это апокалипсис. Рыбы выбрасываются из реки прямо на набережную. Ужас какой. Так, ну давай, водолаз. Ты должен показать себе. Это твоя стихия. И сделай же что-нибудь. И снова смотрите вот эти четыре кружочка. Перестрелка в городском парке. Нифига себе. Кто лучше с ней справится? Интересно. Любимец публики. Вот это вот давайте отправим. Так, а водолаза-то я что, не отправил, что ли? Сама звонится. Хулиган в костюме летучей мыши. Эх, вот она бы сейчас сюда поподошла. Ну ладно, отправляем последний у нас. Ай! Все, тут вообще нет шансов. Не совпадет нифига. Блин, еще и пятое дело вылезло. И снова на квадратик. А ладно, давайте нанимать уже какого-нибудь. Гизантропа. Внимаем уже на квадратик, потому что постоянно вылазят дела эти. С квадратиком. И шестое дело. А как так-то? Да как так-так-так-то? У меня всего пять в команде может быть. Платоядные бараны. Ну, я уже не сделаю. Че? Ладно, нормально, отмазались. Людям плевать, почему супергерои не пришли на помощь. Я думал, больше дел не будет просто. Так, супергерои развели поезда. Спасенные плачут от счастья. Крылатый грабитель напал на Юджина Марина. Владелец яхтуба бросил его в аквариум. Только его костюм, конечно. Дети под обстрелом в городском парке. Суперы обезвредили банду. Отлично. Так. Мэр призвал граждан показать пример лениво суперам и выйти на субботник. Но подождите, я же отправил туда этого. Этот, короче, хмельон вообще ничего не умеет. Бездарность натуральная. Так. Больница в Лайме переполнена. И этого не поймали, что ли, безумного пожарного? Бездарности ничего не могут. Хотя 50 тысяч подписчиков получили. Минус 45 штук. Акции упали. Ладно, пока в игре. И этот забухал. А хамелеон... Хамелеон куда делся? Непонятно, почему хамелеон пропал. Так, тут у нас что? Подождите, надо отправить сюда. Давайте тумана тогда отправим. Иди сюда. А сюда отправим вот эту. В бизнес-центре акулы-пера копиры бросаются на людей. Ужас какой. Давайте. Справляйся. Против копир биться. Тут у нас чего происходит? Кислотный дождь. Не уходите из дома. Надеемся суперы справятся с этой бедой. Ну, у меня других суперов нету, поэтому и справляться. Хотя можно было подождать, конечно. Может, еще какие дела получше выйдут, если шторм на озере. Пришлите кого-нибудь вернуть их к берегу. Буду премного благодарен. Вот хорошие дельца. Со всеми показателями. Просто паузы нет. Если сейчас все дела насобирать, то потом можно не успеть по всем этим делам расставить людей. Есть водяное? Нет, водяного нету больше. Давайте. И все тогда. Такс. Город прощается с Янкильяфа. Это наш был супер. Что-то опять скукожился. Что-то наши суперы дохнут очень быстро. Такс. Юджин Марина публично выразил свое разочарование. Город спасен. Ну, хоть от кислотного дождя спасли. Копировальная техника опасна для жизни. Не спасли, что ли? Не прокатило? Гипнотир под гипнозом. Вот вам итог бездумных действий. Кто теперь будет работать? Ой, что-то акции совсем падают наши. Да и деньги тоже. Сейчас будем искать выгодное дело. Этого алкаша так и не разалкашили. И нанять никого не сможем. Ладно, оставим его пока в депрессии. Потому что хотя бы два дела надо провернуть, чтобы деньжат поднять. Такс, давайте посмотрим, что там. Вот это дело нам поднимет деньжат, да? А, блин. Как раз чувак, который... Которого мы не сможем использовать. Ладно, давайте крутим дальше сейчас. Посмотрим тут чего. Вопиющий вандализм. Монастырский склеп вскрыт. Братья убеждены, что это демоны. Но с такой тоже нету. Так, и тут слушание о финансовых махинациях. Такого нет. Вообще ни один не совпадает. Вот там хотя бы все по плюсам. Давайте вот это брать. Ладно, сейчас еще докрутим. О, а здесь какая-то отметочка. Про отметочки было написано, что это супер важные дела. В городском улевоторе большая стая крыс. Лучше избавиться от них, пока проблема не стала всеобщим состоянием. От этих штук какие-то выборы дальнейшие зависят. Значит, сюда надо отправить будет. 16, 17. Так. Тут чего? 300-е предупреждение о конце света. Отправочица Клавдия. Ладно, значит, сюда отправляем. Отправляем. Против крыс. Не очень он. Одинаково не очень. Давайте. Отправляем туда и отправляем сюда. Здесь типа можно денег подрубить. Все. Ну что ж, проверяем. Как пошло. Смерч Клавдия обрушился. Город Юджин-Марина озабочен переселением пророчицы как можно дальше отсюда. Крысы. Запасы на продуктовых складах уничтожены. Фермеры в шоке от огромного количества серых крыс. Но подождите, я же отправил. Не осилили, да? Не осилили. Бронзовый мэр. Город в панике. А суперам наплевать. Выпиющая равнодушие. А это что такое? Вообще не понял, почему это бронзовый мэр. А невиданный акт вандализма. Братья Веры звонят в конце света. Саранча уничтожила весь урожай. Власти пообещали сдержать рост цен. Но видите, все наши суперы, которые не совпали, они вообще ничего не смогли сделать. Но и других нанимать не было бабла. Поэтому все это пришло в тупик. И это снова конец игры. Потому что деньги в минусе. Вот такая вот игра. Пиши комментарий. Понравилась, не понравилась она тебе. Как по мне, так вполне забавно. Можно. Можно поиграть в нее. Надеюсь, еще к релизу подправят некоторые грявости с интерфейсом. Может быть, еще что подкрутят. Доделают. И можно. Вполне себе. Потому что сильно она похожа на For the People. А For the People мне понравилась. Тут даже, мне кажется, вот это вот... Я сейчас стартану специально. Что-то совсем с начала выкинуло. Вот это вот девица даже... Где она там была-то внизу? Вот это вот. Похоже, по-моему, даже порисовки на... For the People'овую секретаршу. Тем не менее. Пиши комментарии, ставь лайки. Подпишись на канал. Нажми колокольчик. Чтобы не пропустить. Может быть, прохождение этой игры. И наверняка прохождение разных других игр. Спасибо за просмотр. И пока.